Телефон нам подарил, Леха телефон подарил мне Посмотрим, что они там жрут перед боями Ты тоже боксируешь завтра, да? Блин, ну ты поел-то чуть-чуть, здорово Ты че такой маленький-то? Я тебя где-то видел, ты в большом городе, да, был? Да, да, да Блин, точно, точно А че ушел? Проект закрылся? Да Бывает Иди к чаем, ребят, за мой счет Ну-ка пойдем завтра, я пойду там, бесплатно, ладно? Ты организуешь? Че делал? Че делал? Жрал, щас сидел Тебе лысина помогает? Да, да Это самое печальное, кстати, с девушками Че делать-то там? Блядь, не готов, че делать? Бежать А ты видел своего соперника, да? Потому что Вилка, он длинный Вилка, он здоровый Телки, виски, Колян готов? Кекс? Блин, давай возьмем с собой кекс Вот так его прикладывать просто и все Ты че задумался, ты не знаешь, че такое, да? Приехал, че такое? Че, куда ты первый сказал? Леха Ну ты че сделал-то? Че сделал? Все как обычно Ну теперь можно и поесть Вес спортсмена 87 килограмм 500 грамм И его соперник Владсов Виталий Воронеж Без спортсмена 57 килограмм 200 грамм И его соперник из Белгорода Станислав Придибайло Встречаем Напомню, что шоу пройдет завтра в клубе Аура Начало в 6 часов А то как уйти не может? Вес спортсмена 58 килограмм Суперсиаз Спортсмена 55 килограмм 400 грамм Бальцы приглашаются Пальцення 50 килограмм Бальцы приглашаются на поселуру Пельс Ваши аплодисменты! Леха телефон подарил мне Заметил, заметил мне Зачем Леха телефон подарил? Чтобы потом было что-то одно Все, в дождь там, вместо титула я отправил, рука я доказываю Тебя сюда идут все-все Леха фоткайся с каким-то известным чипом Что это? Это известный Леха со всеми О, здорово! Говорят, в этом ресторане или Токио собрались боксеры Что-то хавать сегодня будут Сейчас мы посмотрим, что они там жрут перед боями Сейчас проверим Цивильные лифты Охраны не идут Зато кресло четкое И мини-то есть Охраны не идут Что, мы их нашли, они здесь Пойдем Сидят ребята, смотрите Здорово, ребята Здорово, что боксер? Да Красавчик, что боксер, здорово Здорово, что боксер? Красавчик Ты тоже боксер? Да Что с ним боксируешь? Да Специально не сел на X-Tool, да? Да Специально не сел на X-Tool, да? Да Специально не сел на X-Tool, да? Класс, не ходи к ним Они тебе могут посыпать что-нибудь еду Это да Вот, вот тебе удачи Да Ты тоже боксируешь завтра, да? Блин, а ты поел? Здорово Ты чего такой маленький ты? Сколько весишь? 57 Ну нормально, ты уложился, да? Да Ни у кого больше ничего не ешь Здорово, ты тоже боксируешь завтра? Да Красавчик Слушай, я тебя где-то видел? Ты в большом городе, да был? Да Блин, точно, точно А что ушел? Проект закрылся? Да Бывает Бупусу привет тогда Обязательно А что чай вам принесут? Принесите чаем, ребят, за мой счет, всем И вон всем столиком тоже всем Принесите чай сами Ну, ребят, здорово Влад Ты из Воронежа, да? Здорово Как тебя зовут? Влад, ты красавчик Ты ел за всех, я смотрю, да? Конечно, что тут есть, собственно Налегаешь, да? Ну, смотрю, у него суп, а у тебя что такое? Что это такое? Афиг, глаза, что такое Что-то дают, да? Здорово Как тебя зовут? Ты что, боксируешь? А что ты делаешь? Ну-ка пойдем, все выжим Ну-ка поговорим Ты не боксер, да точно? Ну-ка иди сюда Ладно, сиди-сиди, все Ты же с друзьями, что я понимаю Сейчас как зовут? Здорово Виталик 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 Крупным планом И кресло Ты откуда, Виталик? С Воронежа Смотрите, какой кресло Вот видно сразу, что ты Воронежки, пацан Нашел себе козырное место, сишь качаешься Что, фрикадельки нормальные? Попробуешь Слушай, я не могу и не ем такую еду Что-нибудь другое закажем Что-нибудь другое? Закажи меня, слушай Две девчонки, короче, сделали И не дескайте немножко Ну, только безалкогольным Я уже 15 минут 15 минут Все, давай, братан Ну, я знаю, вы тут быстрее, ребят Все, спасибо Это, что, завтра я пойду там бесплатно, ладно? Ты организуешь? Конечно, что Ну, полтос на телефон Я тебе еще номер оставил, ладно? Все Спасибо Все, ребят Ох, что-то еще пришли Мне борщ принесли, ребят Все, давайте Я сейчас чуть перекушу И потом с вами свяжемся Так, ну что Влад Да Завтра бой Так, кто еще делал? Что делал? Жрал сейчас, сидел А до этого что делал? Да это заменовался Прямо изо всех сил? Прямо изо всех сил в Питер ездил, да Спринговался, все отлично Две недели прошли вот так вот Готов к бою на стол А что в Питер поехал? В Воронеже не тренирует никто что-то? Да почему тренирует? Ну я, честно, как это сказать Отдохнуть поехал Вот, а потом А потом как-то занесло Питерские тусовки, да? А потом как-то занесло, да И в спортзал попал И там, короче, тренировался Тренировался И теперь на боксе, короче, да? Да, и теперь вот так вот Какой бой по счету у тебя же? Второй Первый выиграл нокаутом В первом раунде А второй? Второй вот сейчас будет А, все, у тебя второй бой вот сейчас Да, да, да Слушай, ну ты что, пойдешь как этот Канело? Канело 45-0 Конечно Потом до Флойда До 60-летнего доберешься Ну ты знаешь, он для меня слишком легкий А кто для тебя тяжелый? Для меня тяжелый Фьюри? Тайсон Фьюри Вот Да он для всех тяжелый Он весит 160 сейчас Такой вот, да, по мне Вообще как я Виталика давно знаешь? Виталика Половода А что, вместе занимались? Нет, на соревнованиях виделись Прискались пару раз В зале, где я тебя видел А, в зале, да, и 600 Так вот Так, у нас еще Аюб есть А ты с ними знаком? С ребятами? С ними знаком Давно С Виталиком Может, месяц Примерно А у тебя какой бой по счету? У меня дебют Дебют? Да Блин, братан У тебя с дебютом туда, слушай Да А сколько вообще боев любительских у тебя было? Ну, около 50 боев Около 50 И какой у тебя рекорд? Где-то 43, что ли, победы и 8 поражений Типа такого Ну, это еще ничего Ты молодец Тебе лысина помогает? Да Скользит, да? Скользит, да Слушай, ты майский прикрывается плечом, а то лысина еще Борода смягчает А вот, смотри, у Виталика нет бороды Ну, еще братан Тяжело будет Тяжело будет Тяжело будет Тяжело тебе будет завтра Нельзя какой бой по счету? Первый бой будет Первый, у тебя тоже дебют что? Да, у меня тоже дебют Ну, что такое-то, вы что все дебютируете? Все сегодня начинают Ты мандражируешь? Нет Говорят, мандражировать нельзя перед боем Конечно нельзя И с девочками нельзя тоже Это самое печальное, кстати Ну, ты вот больше всех переживаешь за эту фигню Ну, да А пиццанки ходят, ты прям, смотри, переживаешь Ну, прям, да Прям вот И тишкин, ребят, удачи вам завтра Я думаю, надо показать красивый бой, да Чтоб не было что комментировать А иначе, если вы будете там вала катать Я буду сидеть, бля, и думать, что говорить Так что вы завтра это, прям изо всех сил Хорошо Не как майский с Паком вышли поиграться, понимаете, да? Ну, вот у тебя по глазам видно ты завтра Покажешь Конечно, заряжен на бой Будет рубка Вот Слушай, ну вот тебе я верю А вот Виталька что-то вообще загрустил Да, Виталька, он такой хорошо Точно? Настраивается Он спокойно все к полету Настраивается Ты как Федя, да? На бетоне просто вышел Ну, а как включился бы, да? И ветер начался И ветер начался Ну, все, ребят, удачи вам завтра Спасибо, спасибо Давайте Нагиев стоит на пультах у него, прикиньте Нагиев диджей Только его зовут Нагу А не Нагиев Ну, прикольно все равно, что Воронеж, такие типа Такие дела И Леха, ты лайки мне поставил Там везде? Да Я вообще твои публикации открыл И у меня в особом списке В особом списке Что, ты готов? Поесть что-нибудь? А Хорошо, что ты не спросил, что готов ли я к бою Знаешь, вот самое что Неприятное, какой вопрос могу задать Перед этим Ну, как ты готовишься к бою Там в раздевалке, да, люди заходят Или на взвешивание заходят Спрашивают, ну что, готов? Как вы думаете? Я три месяца пахал изо дня в день, по две тренировки. Как вы думаете, готов я или нет? Естественно, ты не скажешь им вот это всего. Потому что люди пришли тебя поддержать, они интересуются, может быть, не могут найти правильные слова, как-то у тебя поинтересоваться. Или еще что-то. Ты говоришь, да, конечно, готов. А прикинь, ты говоришь, ребят, что ты очкуешь? Мне кажется, я не готов. Можно я уйду? Мне просто сказать, не, я не готов. А ты ответь как-нибудь так. Вот для прикола. Что они скажут? Можно попробовать со своими с кем-нибудь. Да. Не готов, не готов. Подскажите, что делать? Что делать, пацаны? Блядь, не готов, что делать? Бежать. А ты видел своего соперника, да, сегодня? Потому что вилка, он длинный. Вилка, он здоровый. Ты тебя, он там, подкачат. Я когда говорил тебе подкачаться, Лёв? Прошло, блин, три месяца. Я вроде старался, но что ты думаешь? Ты шею только накачал за все это время. Да шея у меня сама по себе такая. Надо что думать? Шея? Не, не слышу. Да, а почему? А почему вам 10 раундов поставили? Слушай, ну готовимся к титульному бою. Готовимся уже, проходим полную дистанцию, чтобы подходить к дистанции титульного боя. Поэтому я думаю, скоро будем завоевывать титул. Но главное завтра показать хороший бой, хорошо отбоксировать, выиграть, одержать уверенную победу. Во втором раунде. Ну это уже как получится. Просто тебе стоят 10, а ты доходил максимум до... До шести. До шести. С быковцем, которым воин как раз мы с тобой обсуждали. Да, мы с тобой обсуждали. Да. Да когда будет у тебя дистанция? Дистанция? Марафонская. Слушай, так я предыдущий поединок, я планировал всю дистанцию пройти, я даже не хотел обострять. Но после удара в голову, ударов в локтем, после команды стоп и рассечения я начал... У тебя забрало-упало? Нет, я не тоже забрало-упало, знаешь, тут пошел ва-банк, так скажем, потому что рассечения, бой могут остановить. И нужно было принимать какие-то конкретные решения, чтобы завершить этот бой побыстрее. Чтобы не довести до того, чтобы бой могли остановить из-за рассечения. Конечно. Короче, ситуацию вынудилась. Нокаутировать соперника? Да. А хотел чуть-чуть побоксировать? Ну, запланирован, но план был побольше побоксировать, не обострять первые два-три раунда. Побоксировать, почувствовать дистанцию, именно дистанцию боя. Сейчас у тебя какой план на бой с этим чуваком? Сейчас опять почувствовать дистанцию, побоксировать, но если представится шанс нокаутировать, я этого шанса не упущу. То будет бдыщ сразу. Будем на это надеяться. Лишь бы ауру не лопну от этого щелчка. Так что всё. Не будем. Ну, завтра смотрим. Ну, мы что, болтаем? Ты поешь, отдохни. Сейчас я очень голодный. Ну, не так, чтобы сильно, но всё-таки. Ну, сколько ты съедаешь килограмм еды? Перед боем. Сколько весил мой соперник? Да. Что-то восемьдесят девять. Что это там? Нормально. Нормально? Нормально. Восемь съешь? Восемь съешь. Девять оставим. Девять оставим. Бокса здорово. Абсолютно. Слушай, ну, вы, я понимаю, из мира бокса, да? Да, да, да. Не из мира бокса, я имею в виду, а из мира бокса, который организовывает боксерские поединки. Компания промокская. Компания Мирбокская. Расскажи, насчет десяти раунда у бой, что-то ты там хотел бы сказать. Ну, у нас какая история получилась в этот раз? Всё-таки Лёха показывает бои хорошие, выигрывает нокаутами, но, к сожалению, боёв пока на этом этапе у нас не так много. Мы выходим, у нас было предложение, чтобы мы боксировали в Вильнюсе. Вильнюсе. Да. Так. И нам дали хорошего Хорвата. То есть и IBF, мы хотели сделать пояс IBF в Европу. И этого Хорвата IBF одобрило, потому что это сильный парень. Но у Лёхи недостаточное количество боёв для пояса, и у него не было десяти раундов боёв до этого. Они говорят, ребят, мы не можем вам так это сделать, боёв мало и не было десяти раундов. Ну, почему же десяти раундов бой, чтобы... Чтобы нам было проще в следующий раз склеивать бой за пояс. А пояс мы хотим, мы готовы сейчас. Какой пояс? IBF Европа. Хотели, да. Кто им обладает? Да. Это вакантный пояс. Вакантный. Да. Хорват слился. Он посмотрел Лёхин Вей, наверное, и сразу понял, что... Да, он слился. Нам начали предлагать Кубича, который тоже проходил под этот пояс. Кубич дал добро. Буквально через три дня он сказал, что у него травма, и у него фоксировали. В общем, в итоге, вот этот вот аргентинец, это седьмой парень, который согласился фоксировать с Лёхой. Слушай, вам надо из Ютуба удалить Лёхими бои вообще все. Согласен. Чтоб никто не видел, что он делает с людьми. В итоге аргентинец согласился, но мы посмотрели в длину, то есть на будущее, чтобы овладеть поясом, чтобы нам одобрили пояс, и мы сделали этот бой десятираундовым. Ага. И тогда у нас карты будут, чтобы мы могли подать заявку на пояс. А если Лёха сейчас его ещё и уронит, вероятность Лёха уронит, мы здесь не сомневаемся. Скорость у парня бешеная, парень тренируется, парень готов, парень машину, глаза горят, то есть Лёха красавец. Команда у него у нас, профессионалы, то есть Андрюховичук, да, вот тренеров. Букаскович. Да, Букаскович. Какие вещи они на тренировках творят. Просто что-то с чем-то. Вот я думаю, что следующий бой мы хотим склеить силаху. Это вот кто боксировал с Андреем Власовым. И с Серёховым. Да. И он отправил Власового в нокдаун. То есть это сильный парень. И там сто процентов, что пояс одобрят. Вот 4 ноября планируем боксировать силах. Класс. Тогда удачу вам, ребят. Спасибо. Давайте. Ребята, где-то тут. Где-то тут. Так. Ага. Вот тут. Какие люди. Здорово. Привет. Челки, виски, Колян готов? А я думал, вы со всем этим вместе взяты были в гости. Здорово. Привет. Что, как вы? Отлично. Что делаете? Отдыхаем. Блин, нормально вы отдыхаете? Да. Здорово. Бойца настраиваем к златочнему бою. Идем в бою. А что, соперники внизу сидят там с этими? Как их зовут? Откуда они приехали? Привет сопернику. Они там расслабляются, а вы здесь вот так, да? Все правильно, все правильно. Слушайте, ребят, ну что? Завтра не придется напрягаться, а мы завтра оставляться будем в ринге. Слушай, это точно. Слушай, нормально у вас кровати, у вас 6 матрасов, блин, вообще. Слушайте, ну что, завтра покажете, да? Покажет. Покажет. А ты бьешь завтра? Нет, я тренер. Ты тренер? Ты его тренер? Я талант. Как готовился? Нормально, готовился с тренером. В Москве? В Москве готовился. А что за клуб? Что за клуб у вас? Готовился. 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 Хорошо, готовился. Сейчас ждем к бою, чтобы победить. А что ты в большом городе не участвовал? Не знаю, я об этом не знал. Тебе никто не сказал? Я не был в Москве, я Армению вперед. Тебе подставили, тебе не сказали, что ты... Не подставили, просто я... Мог приехать и вынести всех. Труп. Ну труп. Там участвовал. Братан тебе ничего не сказал. Сам поехал. Да. А ты до конца не дошел, по-моему, да? Да, я в десятку лучших дошел потом. Ну это круто. Это уже хорошо. По непонятным причинам меня убрали с проекта. Слушай, а ты же, по-моему, не проиграл там, да? Никому я не проиграл. Я и Заур отбывали. Отспаринговали вместе и нас обоих убрали. Посчитали, что мы не подходим по концепции проекта. Ну ты же потом докажешь, что ты подходил. Обязательно. Я доказываю и Заур доказывает. Заур тоже попросил сейчас выступать. Начал. Что, покажи, что ты с собой привез? Ну вот. Катмановские агрегаты. О. Так. Перекись. Это если у соперника что случится, ты ему сразу уголочек. Это ножницы. А, слушай, ты же будешь его бинтовать. Я буду бинтовать, тейпировать его. Слушай, вообще ты, ну класс. Это ты вообще секундант еще докажешь. Это кекс. Кекс? Блин, давай возьмем с собой кекс. Вот так его прикладывать просто и все. Он же холодненький такой, да? Вместо этой штуки. Нафиг вот это, нафиг это вот. Тяжелый, блин. Я не догадался. Раз, откусил, приложил, блин. Вот это нормальная тема. Перекись. Попил, поел. Идея, идея. Вообще, вот это что такое? Рахат лукум. О, братан, ты привез с собой все. Это подгон из Еревана. Вот вчера прислали нам. Видишь, у тебя тут фрут мотив. Все дела. Это не реклама, ребят. Липецкая. Короче, у вас тут все готово. Вы готовы. Грелка даже, да, есть? Да. Знал, позаранее одел бы футболку спонсора. Вот и говоришь. Реклама. Ну, а спонсор что-нибудь заплатит, если футболку один? Думаю, да. Да, вадим, а это давай. Будем спонсоров трясти. Если бабло есть. Слушай, а что, обзоры смотришь мои? Нет. Не смотрел? Не рангу. Слушай, ну все тогда. Я тогда сейчас уйду. Обижайся, да. Развод, развод. Я заберу у тебя матрас, и ты будешь спать на полу. Не, я серьезно сейчас буду смотреть, мне очень интересно. Давай смотри. Так, братан, ты давай ложись спать, ты не слушай нас. Тебе завтра боль. Я? Да, все, да, закрывай уши, глаза и все. Мы тут свои, телочки, девочки. Тебе это нюанс, слушай. Не буду обещать вас. Конечно. Слушай, ну нормальное жилье у вас. У вас даже Пушкин тут есть. Шикует. Пушкин и осень. Потом меня тут забанят на ютубе за эту музыку. У вас даже телек есть, и чайник. Это что такое? А телек я так не знал, что я говорю, честно. Ну-ка давай, открой его. Это... Лед, не открывается? Черный ход, не закрыт, не открывается. Серьезно, да? Так, ну у тебя когда боль? Меня осенью посмотрим. Боятся меня соперники, никто не соглашается на боль. А что, ты тоже видел, как Леха Папин не удалил с ютуба, все смотрят? Да, да, да. Нас начинают бояться меня и Леха. А ты же в одном весе с Челаксайом, да? Нет. Он полегче. Полегче тебя, да? Полегче Челаксай. Жора маленький сейчас. Ты сколько весишь? Я в 66. А он... Валтер Вейте. Он... 63,6. На категории уже. А, 63. Я понял. Слушай, ну хорошо. Нам Жора не по пути. Как вам Воронеж вообще? В целом круто. Ну пока не все успели посмотреть. Вот я у ребят спросил, что можно посмотреть. Скажи, посмотри океанариум. Я думал, посмотри океан сходи. В море или что? Да. Ты брата не спишь, да, еще? Приготовишься морально. А что ты смотришь перед боем обычно? Какие бои смотришь? Ну не роки, как все. Не роки? Я не смотрю. Ну музыка нормальная у тебя. Вот за это меня точно закроют в Ютубе. Музыка еще и все. Понятно. Ну давайте, ребят, удачи вам. Завтра. Давай завтра тейпируй нормально, чтобы все там ничего не отлетело. А то я буду ждать, пока вы там перчатки собираете. И у меня будет пауза. А мне нельзя так делать. А ты смотрел мои обзоры? Нет. Посмотрели? Нет. Надо быстро посмотреть. Завтра будем. А где рядом посмотреть? Сейчас скажем. Здравствуйте. Как у тебя дела? Отлично. Завтра бой? Завтра бой. Морально готов? Готов. Какой бой по счету у тебя? Две поражения. Два поражения? Да. И теперь третий бой? Третий бой. Дай бог завтра восемь будет. Погода. Ну ты готовился же, да? Или готовился в Краснодаре? Три месяца, три месяца готовился без выходных. Каждый день? Каждый день. Сколько тренировок? День два раза. С утра и вечером, да? С утра и вечером. Сколько бегаешь? Я вообще, обычно, сколько, 6 километров вообще. А вообще, 18 километров в день? Да. Каждый день везем с километров? Утром, утром и вечером. Слушай, ну ты красавчик. У тебя четыре раунда. Тебе хватит, да? Да. Дыхалки хватит на четыре раунда? Отлично. Ну, слушай, ну, надеюсь, завтра победишь. Ты тренируешь тебя в Краснодаре? В Краснодаре, да. А сам откуда? Из Узбекистана, да? Да. Академия бокса. Это вот краснодарская тема, да? Да. Так, Артема Лаврова. Да. Артема Лаврова, кто такой? Артема Лаврова, мастер спорта СССР. Хороший тренер. Он там тренирует, да? Нет, его уже нет. А, его уже нету. То есть его там, так сказать... За память открыли тренировочный зал. Самый хороший. Краснодар номер один считается. Вот так. Я понял. Фишка у тебя есть какая-нибудь? Короночка. Как у Майвезера? Надо уходить и все бить. Уходить и бить и все, да? Да. Вся тактика. И бегать 18 километров. И бегать, да. Класс. Ну, ладно. Завтра, надеюсь, не придется бегать. Надо будет идти вперед и показывать классический, классный бокс. Конечно. Класс. Удачи тебе, давай. Спасибо. Пока. Секундант, давай не подведи. Постараюсь. Ты тэпировать будешь тоже, да? Да. Да. Ты что за дом? Ты не знаешь, что это такое, да? Приехал, что такое? Что, куда тэпировать кого-то? У тебя эти все там в холодильник положил все эти штуки? Не, а в портфеле у него все. В портфеле и все. Будет теплое? Да. Ну и что, и как? У них там, у ребят, булки наверху. Они булками будут отогреваться. А у вас что? У нас ничего нет. Что у нас? У нас ничего нет, мы приехали просто так. Не, у нас все, весь инвентарь есть. В общем, вы готовы? Конечно. Ты тоже готов? Конечно. Если что, влезешь в ринг, разберешься, да? Ну, сделаю все, что смогу. Травмат есть у тебя с собой? Нет. Там Леха Папин, он крутой, блин, боксер, здоровый. Я знаю. Так его просто не возьмешь. А Воронеж его любит. Ну, вам удачи в любом случае. Вы же не зря приехали, правильно, за победой. Конечно. Ну вот, это самое главное. Главное верить, и все будет хорошо. Ну, от тебя тоже много зависит. Настрой бойца. Правильно ведь? Ну, мотивирую его как-то. Каким образом? Ну, каким образом. Что говоришь? Назад пути нет. Сзади только Краснодар. Да. Сам с Краснодара? Вообще нет. С Караганды. С Караганды? Ну, живешь в Краснодаре? Да. Ну, Краснодару привет. Хорошо. Давай. Священец. Леха. Ну, ты что сделал? Что сделал? Все как обычно. Ну, как обычно. Хотел побоксировать чуть-чуть. Так, а я боксировать хотел. Ну, хотел. Ну, хотел. А ты его изгнел. Я не думал, что так быстро. А ты его изгнел. Все. А что он ныл, Лех? Что ты делал? Не так. Нет. Не знаю, что он ныл, на самом деле. Ты видел? Я ничего не делал. Он сам сюда подлазит. Я просто даю. Он падает. Я ничего не делал. Не, ну, в итоге ты его нагнул, конечно. Ударом в печень, конечно. Но он пытался. Он, видишь, он хотел уже. Через апперкот зашел. Андрюха, по-моему, в телефонах. Он пересматривает твой бот. Вообще не каплю. Вообще не каплю. Вообще не каплю. Сколько пробежал бы еще, Алёв? Километров в десять легко. Ну, видишь, ты сейчас это. Получилось. Первый легко. Потом вот к третьему ты только вкатился. Я думал, что в хранду в шестом. Я вообще. Нет. Я вообще хотел. Ты просто начал это каков. Знаете? Я говорю, если я все вижу, я буду наоборот перекрываться. Я сейчас побольше сейчас это похожу за ним. Ты сказал мне, да? Да. То есть после первого раунда я понял, что он будет делать. И пускай бьет. То есть я вижу эти удары, я их блокирую. У меня нет, то есть. Лёв, тебе может на два ума, или три привозить. Я просто не знаю, сколько. Посмотрим. Ну, наверное, там вообще. Я посмотрю. Ну, давайте. А мы закачаем. Да. Ну, все, в общем-то. Теперь можно и поесть. Теперь можно и поесть. Спасибо.